Для нас очень важна была победа с учетом турнирной таблицы. Поэтому мы приехали именно играть на победу. И я благодарен ребятам, что даже в таком сложном матче мы смогли вырвать эти три очка. Коллеги, есть ли вопросы? Пожалуйста. Бакулев Александр, Россия сегодня. Александр Васильевич, после матча обратили внимание на заряд болельщиков на Динамо, которые поддерживали вас. В принципе, до матча это было, насколько были готовы к такому приему? Честно говоря, был вовлечен всем своим вниманием на игру. Поэтому то, что болельщики там поддерживали, вначале было слышно, но потом по ходу игры, честно говоря, на это не обращал внимания. Потому что игра была достаточно напряженная, как я уже сказал. И поэтому все мысли будут только в игре. Еще вопросы? Здравствуйте, Александр. Динамским болельщикам сейчас очень плохо. И, может быть, вы можете обратиться как-то, посоветовать что-нибудь. Что делать? Как выбираться из этого силы? Ну, как? Мы находимся в таком же положении. Поэтому надо верить. Просто-напросто надо верить, верить, верить. И оно потом должно прорваться. Потому что у клуба все есть. Есть стадион, есть хороший состав, есть, как я понимаю, хороший бюджет. А тренер хороший? Я считаю, что хороший тренер. И даже по этой игре мы просматривали еще много игр, где как раз счет был не по игре. Да, удача не на стороне «Динамо», так же, как и в этом чемпионате, тоже не на нашей стороне. Но я думаю, рано или поздно черная полоса нам проявляется. А вообще, сейчас по лице с «Динамо» как-то? Конечно, по лице. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Роман Шловинский из «Еженедельника футбол». До этого Сочи в девяти турах забил только пять мячей, а сегодня смог забить три. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, у нас были игры, где мы забивали по три мяча, поэтому в первую очередь это, о чем я говорил и у нас, черная полоса, она такая ограниченная уже, сколько черная, сколько серая. Ну, еще мы, ну, нашли голы, все через работу, терпение. «Динамо» тоже сейчас прогресс. Уже не так начать забивали. Да, пожалуйста. В начале второго тайма пропустили этого гола. Чем бы это объяснить? Оказались не готовы к заменам соперника? Ну, в первую очередь мы были готовы к этим заменам. Но здесь надо отдать тоже на виду на «Динамо», что они начали играть агрессивно, и те моменты, которые они создали, они их реализовали. Понятно, что при счете 2-2, скажем так, удача качалась только в одну сторону, только в другую, поэтому сегодня, почему бы удача была на нашей стране, наверное, сегодня мы ее больше засунули. Все, спасибо. Все, спасибо.